И снова к главной теме. Шериф Шахтер. Команды на месте, болельщики тоже. В Киеве наши корреспонденты пообщались с фанатами, которые приехали на матч. Путешествие на Лигу Чемпионов. Наша съемочная группа отправилась в Киев на поезде. Там встретили первого болельщика. Завязался разговор. Покажут достойную игру, но все-таки болеем за Шахтер. Но Шериф очень хорош и уже все опасаются, я думаю, во всем мире. Они доказали это и в Мадриде, поэтому и в Шахтер обыграли. Поэтому будет сложно, но посмотрим. Спрашиваем еще о Шерифе. Вот как соперники оценили тренера желто-черных Юрия Верни-Дуба. И он в который раз это заказывает. И после того, как он возьмет Шерифа Лигу Чемпионов, днем его на Украину. То есть хотите его обратно забрать, да? Да, 100%. Лучше в сбору. А это уже Киев. По прогнозу был снег. Готовились, кутались, а там дождь. Пока единственное, это вот эта вот куча. Больше снега нет. Зато был дождь. Вот так нас обманул прогноз погоды. Там 1 автобус Шахтера, 2 автобуса Шахтера. Мне кажется, это такая специальная игра, чтобы они потом все поехали на матч и никто не знал, где именно находится основная команда. Только что уехала еще одна. Возможно, именно там были футболисты, которые сегодня проиграют Шерифу. Чтобы описать всю атмосферу Лиги Чемпионского Киева, не обязательно даже выходить из номера и идти к стадиону. Но он, кстати, у нас недалеко. Вот он на заднем фоне виднеется. Всего один квартал. Достаточно даже выйти на балкон и просто насладиться. Вот здесь горят фонарики. И во всю движение. То есть Киев готов принять этот матч. Специально под этот матч сегодняшний Шахтер Шериф. Они как выглядят? Можно посмотреть? Да, конечно. Шикарно. А где Шериф? Не вижу. Есть Шериф, есть. Где-то есть. Вот он. Сколько стоит такой Шарф? 200 где-нибудь. 200? Да. Мы готовы болеть за наших. Лига Чемпионов продолжается. 100 где-нибудь. 200 где-нибудь.